это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня инструменты продвижения в рязани стартовал всероссийский проект музейные маршруты россии обыски в мэрии задержаны действующие и бывшие чиновники городской администрации полигон под прицелом рязанская межрайонная природоохранная прокуратура за свалку села зеленина взялась всерьез в рязани стартовал всероссийский проект музейные маршруты россии сегодня же правительство области подписало соглашение с российским союзом предприятий туристской индустрии 54 региона страны прислали своих представителей на форум главная цель которого объединить все музейные пространства россии музейные маршруты россии один из самых масштабных проектов министерства культуры на первую в этом году выездную сессию в рязань приехало около 500 специалистов со всех регионов еще 50 тысяч следят за событием в интерактиве на площадке культура . рф суть проекта в том чтобы музейные учреждения научились продвигать себя и формировать спрос используя социальные сети сми и другие современные технологии именно в этом ключе по словам павла молкова и нужно рассматривать подписанное соглашение между правительством рязанской области и российским союзом предприятий туристской индустрии сейчас вообще огромный всплеск внутреннего туризма мы видим и рязань здесь не исключение вот например на новогодние праздники у нас были переполны буквально все гостиницы мы должны отвечать вот этим современным вызовом и представлять новые современные программы мы соответственно планируем это дело том числе и наращивая потенциал наших музеев и возможность взаимодействия с ведущими туристическими операторами не только возможность привлечь рассказать нам про рязанскую область привлечь сюда дополнительно туристов на возможность услышать туроператоров понять а что нам нужно для 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 дело для того чтобы туристам было максимально удобно и комфортно в области проекту музейные маршруты россии всего два года но уже сегодня как считает заместитель министра культуры России алла манилова можно с уверенностью говорить о создании в стране единого музейного пространства вертикаль взаимодействия федеральных и региональных музеев с прошлого года встроены еще и муниципальные осталось главное научить их правильно себя подавать туристам. Мы учимся, учимся, как продвигать с музеем себя, как формировать на себя спрос далеко от своего региона. Так, чтобы с Сахалина или из Ингушетии, Чечни, из Коми или из Калининграда туристы приезжали в Рязань осмысленно. Осмысленно они приезжали для того, чтобы через музей, как главную туристскую дестинацию культурного туризма, конечно, это не театр, не филармония, в первую очередь музеи являются туристской дестинацией, поэтому через музей, как открыть для себя Рязань, музей как магнит для формирования этого интереса, как магнит для формирования нового абсолютно для региона потока, которого не было прежде. Он должен магнит, он должен так себя продвигать, чтобы турист сказал, я все отставляю, я должен поехать в Рязань. Во второй день в Рязань приедут представители крупнейших медиаплощадок страны. Обмен опытом должен помочь найти наиболее эффективные инструменты продвижения и выработать общую стратегию дальнейшей деятельности. Тем временем в Рязанской мэрии крупный коррупционный скандал. Начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак и трое его подчиненных, задержанные силовиками. В самой администрации прошли обыски. Об этом же в своем телеграм-канале заявил и губернатор Рязанской области Павел Малков. Цитата. «Сегодня в администрации города Рязани прошли оперативные мероприятия. Правоохранительными структурами проведена большая работа. Подготовка велась совместно с контрольными органами и с руководством области и города. Поводом стала информация о возможных нарушениях при проведении закупок и выполнении работ по благоустройству города, допущенных отдельными должностными лицами». Конец цитаты. «Все четверо задержанных по сообщениям в СМИ проходят по одному уголовному делу по статье 159 – мошенничество. Им вменяется закупка снегоуборочной техники по завышенной на 15 миллионов рублей цене с последующим откатом. Одновременно в Ростове задержан бывший чиновник городадминистрации, в прошлом советник вице-губернатора Владимир Арцебашев. По нашей информации, задержанный Фурфурак именно его назвал бенефициаром такой сделки. Кстати, обыски у Фурфурака были еще в ноябре прошлого года, но по другому делу. Кроме того, следователями рассматриваются. Возможны аферы с приписками по вывозу снега в одну из прошлых зим, махинации с асфальтом при ремонте дорог, а также утилизация дорожных ограждений. Мы будем следить за развитием событий. В новостных сводках снова появились сообщения о свалке у деревни Зеленина. Ее намерены полностью закрыть. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры материалы о проверке уже переданы в Следственный комитет, а в адрес предприятия и его директора вынесено постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях. Целый ворох нарушений обнаружили в ходе проверки свалки близ деревни Зеленина. Той самой, о которой мы рассказывали два года подряд и на которую везли мусор из Москвы. В итоге зафиксировано нарушение санитарно-эпидемиологического природоохранного законодательств, а также норматива в сфере обращения с отходами. Проверка исполнения законности захоронения отходов на полигоне в Зеленина организована по поручению Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. По итогам в деятельности ранее эксплуатировавшего полигон общества с ограниченной ответственностью экологической коммунальной организации выявлено нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства об охране окружающей среды и об отходах производства и потребления. В связи с чем в отношении директора предприятия и самого предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.35 и 8.2 кодекса административных правонарушений. 30 января прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями полностью запретить администрации Рыбновского района и арендатору ООО «Экологическая коммунальная организация» дальнейшую эксплуатацию полигона и участок этот рекультивировать. Если суд иск удовлетворит, то пути будет два. Либо все отходы вывезти с участка, либо оставить только те, которые жизнью и здоровью граждан не угрожают. Но и в этом случае мусор придется уплотнять. Кроме того, в связи с наличием угрозы жизни, точнее здоровья человека, материалы проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Размещение отходов производства и потребления на данном полигоне в настоящее время приостановлено. Прокуратура контролируется результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактического устранения нарушений закона. Ну и пока суд до дела, административные правонарушения контролирующие органы будут по-прежнему рассматривать и методично выносить предписания. 6 февраля пройдет суд по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». 10 февраля – за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. За полигон взялись всерьез, и отделаться легким испугом арендодаторам-нарушителям уже явно не удастся. Большую роль в исправлении осужденных играют центры трудовой адаптации УФСИН. В Рязанской области их шесть. Основные направления – швейное дело, металло- и деревообрабатывающее производство. Лавочки, урны, контейнеры для ТБО – все это на небольшой выставке в региональном УФСИН сделано руками осужденных. Есть и дерево, и металлообрабатывающее производство. Однако, большую часть занимает именно швейное. «Основную долю продукции, производимой учреждениями, у нас занимает продукция швейного производства. Это более 40% от всего общего выпуска. В целом, у нас выпуск за 2022 год составил более 300 миллионов, что на 30% больше, чем за 2021 год». Работают заключенные по стандартному графику – 5-2 или 2-2. Есть даже зарплата, хоть и небольшая. Однако, из нее вычитают исковые требования за совершенные преступления. Это, например, Центр трудовой адаптации, исправительной колонии номер 3. Здесь в основном шьют. Заказчики чаще всего внутрисистемные, но есть и частные коммерческие организации. А вот теперь еще и Минобороны. «Зимняя спецодежда предполагает наличие утеплителя. И эта ткань плотнее, соответственно, работать с ней сложнее. Но осужденные в целом справляются. Изготавливают достаточно качественную продукцию для крупных производителей спецодежды». Всего в Рязани 6 центров трудовой адаптации. Трудятся здесь больше 2000 человек. Во-первых, здесь можно освоить новую профессию. А во-вторых, что, наверное, для осужденных важнее, даже небольшой отпуск. «Вот, например, я был поощрен начальником управления, начальником колонии, короткосрочным выездом домой, отпуск на 12 дней за добросовестное отношение к труду и к своим обязанностям. Так же это может быть каждой осужденной». Другое преимущество – это шанс выйти по УДО. А этот плюс от работы в Центре трудовой адаптации явно превышает все возможные минусы. Партнером программы «День города» остается выставка продажа икра и рыба «Камчатская». 35 видов рыбы слабого посола, горячего и холодного копчения, а также красная икра премиального качества. Все это у торгового центра «Премьер» до 4 февраля включительно. «Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки! Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя! С 30 января по 4 февраля ТЦ «Премьер». В Рязанском художественном музее открылась выставка «Царица небесная» из частной коллекции. В экспозиции представлено более 60 подлинных произведений, раскрывающих образ Богоматери в русской и европейской живописи 15-го – начала 20-го веков, среди которых русские иконы и картины западноевропейских мастеров Северной и Итальянской школы живописи. Деятели культуры уже назвали выставку важнейшим культурным событием в городе. Образ Богоматери в искусстве занимает особенное место. К ней обращаются с молитвой в минуты радости и отчаяния, как обращались сотни лет назад. Образ Богоматери в любом исполнении наполнен любовью, милосердием, которые чувствует каждый, стоящий перед ним. И не имеет значения, верующий зритель или нет. В этом зале 60 произведений искусства из частной коллекции. 30 лет коллекционер собирал образы в России и на мировых аукционах. Выставка интересна, прежде всего, сравнением разных направлений в религиозном искусстве. Это русская икона, которая ведет свое начало от Византии, от византийской иконы. И католические образы Богоматери, связанные, прежде всего, с традициями эпохи Возрождения, с таким реалистическим началом. И зритель, который придет в музей наслаждаться этими произведениями, увидит, насколько расходятся традиции двух направлений, двух регионов. Это католицизм и православие. У каждого образа есть свое название. Кроме того, иконы разделяются на типы. К одному типу может относиться несколько сотен образов. Три основных типа – Аранта, Богоматерь Знамения, Адигитрия, Путеводительница, Елеуса, Умиления. Есть определенные правила написания каждого типа. Различия в положении рук Богоматери, расположении Христа относительно нее на полотне и другие. На выставке зритель может познакомиться с шедеврами мировой культуры. Это целое событие для всего города. Вы знаете, это очень редко бывает. Уровни выставок в художественном музее всегда очень высокие. Но то, что мы сейчас видим на этой выставке – это уникальный уровень. То есть его как можно больше людей сюда привлекать. Просто даже когда выставки, открытие пройдет, просто постоять здесь. Здесь даже энергетика изменилась. Я очень рада за город и за музей. Открытие выставки дало старт мероприятиям, приуроченным к празднованию 110-летия со дня основания музея. Это уникальное событие для региона и не только для нашего. Шедевры мировой культуры в таком количестве в одном зале – это уровень Третьей Ковки, Эрмитажа, Лувра. Это потрясающий проект, это подарок вообще рязанской общественности, кто хоть что-то соображает в изобразительном искусстве. Здесь все. Здесь самый высший класс и в иконографии, и в академической иконографии. И даже здесь есть западноевропейская икона. Так что просто надо это смотреть всем, особенно детям. Может быть, это трудно заметить простому зрителю, но здесь высший класс. Это очень большой уровень и художественный, и интеллектуальный. Сколько любви льется от образа Матери Божьей, ведь написаны они не случайно. Люди обращались к ним и получали просимое в самых разных обстоятельствах. Выставку уже увидели в Коломне и Ногинске в прошлом году. В Рязани экспозиция будет работать до 23 апреля. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова